друзья привет вот гольф 2 продвигается дальше насчет тормозов я разузнал теперь я знаю где проблема была короче подшипники все правильно я это там сам косяк то что в подшипнике надо забивать это мы сейчас сделаем но проблема была в том что вот эти скобы не те были сейчас покажу это старой ковы которые не подходят а вот это которую должны быть и разница очень большая здесь видите такая дуга если его ставишь она вот так стоит что болт сюда не вставляется если вы так болт закручивать короче он заходит всего лишь там сантиметр в нее это очень мало а вот новая скоба и разница уже очень большая нее вы видите дуга такая она так проходит что можно спокойно болт закрутить и она видите насколько он уже поэтому теперь и болт будет подходить так что все очень просто проблема просто мне прислали не ту скобу хорошо у них была в магазине такая она стоит и на широкую старым взял пока одну сегодня хотел проверить сначала все все таки подходит или нет но потом уже заказываю вторую они мне и так поменяют конечно мне ничего не надо доплачивать в этом хорошо когда в магазине покупаешь а если в интернете геморрой опять отсылать пока придет обратно круче в этом случае я считаю магазин удобно очень ну все тогда час забиваем подшипники в диск и уже ставим все а Сейчас мы его тоже нагреем. Так, закручиваем так, чтобы шайбочка к подшипнику хорошо прилегла. А потом немножко откручиваем так, чтобы она могла двигаться. Шайбочка двигается, значит все нормально, а то если она вплотную, то тогда можно подшипник заполоть, он может тяжело идти, нагреваться и может все полететь. Теперь ставим прокладки. Круто все подходит. Так, теперь опять все разбираем. Конечно мы сейчас весь диск залапали и жиром, перед тем как все будем ставить, обязательно все хорошо почистить. Так, теперь будем менять тросы ручника, потому что от барабановый он короткий, надо ставить новый. Все открутили, теперь вытаскиваем тросик ручника. Теперь надо вот эту трубку переставить на новый тросик. Вот она здесь плотно очень стоит, 10 минут я провозился с ней, сидела очень плотно. Теперь эту трубку надеваем на новый тросик. Так, я сейчас буду протягивать тросик, а ты тогда в эту дырочку его потянешь. Понятно? Зашла, нет? Так, новая какая-то проблема. Вот видите, она больше туда не входит. Я сейчас проверил тросик, как все-таки подходит, нет? А здесь, смотрите, вот так это. Вот какой он длинный. Не пойдет так. По длине видите, насколько он длинный, но он слишком длинный. Сегодня у нас суббота, магазин уже закрытый. Теперь надо в понедельник в магазин заказывать новый. Тогда сейчас разбираю правую сторону, уже можно здесь все это подготовить. Так, этот подшипник не снимался, пришлось его сильно нагреть, еле как снял. Теперь можно дальше разбирать. Так, все стоит. Вот сейчас пойду тогда красить все эти суппорта. И скобы сразу покрашу. Вот даже скобу. Эту мне еще надо поменять в понедельник. Ну вот, друзья, на сегодня хватит. Я успел все, что планировал, я доволен. Единственное, вот сейчас надо докрасить суппорта все. В понедельник еду, беру вторую скобу правильную, заказываю, если у них нет. Ну а насчет одного гольфа, я говорил, что я вот выкупил один гольф. Хочу выкупить. Он обещал на эти выходные, но у него что-то задержка с покупкой машины, поэтому он мне написал и сказал, что только на следующей неделе смогу его забрать. Поэтому вам немножко подождать надо. Я думаю, через неделю, полторы, две недели будет видос. Конечно, если он меня не опрокинет. Но это уже не от меня зависит. Пойду сейчас тоже сразу и немножко на гольф 5 позаниматься. Его тоже надо доделывать, чтобы эхо уже туда загнать. Поэтому у меня такой очень строгий план. Ну вот, все. Ладно, вы все молодцы. До следующего раза. Пока. И вот еще под конец хотел показать. У нас очень сегодня сильный ветер в Германии. Вау, у меня елка упала. Аж с корнями выкорчил ее. Хорошо, что на домик не упал. Да, сегодня нам все советуют дома сидеть. Сильный очень ветер. Вау.